Победа войск Красной Армии над союзником Гитлеровской Германии и Японии поставила точку во Второй мировой войне. В нашем городе живет человек, который напрямую связан с этими историческими событиями. И он всегда готов поделиться своими воспоминаниями. Это Фёдор Данилович Коваль. Есть в нашем муниципалитете удивительные люди, чья жизнь и дела достойны любых самых возвышенных слов. Один из них ветеран Великой Отечественной войны, действующий хирург и просто прекрасный человек Фёдор Данилович Коваль. Ему уже 97 лет, общий трудовой стаж 80 лет, а стаж работы хирургом 67. На его счету больше 30 тысяч успешно проведенных операций. Легендарный славянский хирург-фронтовик Фёдор Данилович Коваль уже в 1941 году стал батальонным фельдшером, ассистировал полевым хирургам, отвечая за анестезию. После серьёзного ранения он был на излечении в госпитале под Читой, где и остался работать после того, как поправил своё здоровье. Я туда приехал на эшелоне, на военном медицинском поезде в апреле месяце. Там у меня рана зажила, но она не работала. Меня там оперировали, пытались что-то с нервом сделать, но ничего не получилось. И потом я там лежал в этом госпитале до заживления раны. Когда рана зажила, учитывая, что я фельдшер, медик, меня комиссовали, я получил негодность к военной службе и инвалидность третьей группы, но был оставлен работать в госпитале на своей медицинской должности, субординатор. Война с Японией, победа над которой поставила точку во Второй мировой войне, застала Фёдора Даниловича в этом же госпитале, где принимали раненых с фронта. Мы стали видеть, что мимо нас на восток эшелоны, техника, танки, пушки и теплушки с военными. И вот так началась война с Японией. И к нам в госпиталь начали поступать раненые. Ранения обычные, такие же, но часто были ранения специфические. Японцы часто пользовались кинжалами, и поэтому были больные, раненые вернее, получившие ранения кинжального характера, то есть разрезы. После победы над Японией Фёдор Данилович Коваль был мобилизован, он получил диплом врача, а его трудовая биография продолжается до сих пор. Ну, после того, как Квантунская армия была окружена и практически ликвидирована, война с Японией закончилась. Мы ещё работали там до ноября месяца, как долечивали раненых и больных. А в ноябре месяце нас всех в госпиталь закрыли, и нам дали удостоверение, что мы участвовали в войне с Японией. И меня, я получил там, вот, меня демобилизовали. Ветеран Великой Отечественной войны желает молодёжи всего самого хорошего, а главное – любить свою родину. Желаю, во-первых, крепкого здоровья, а для этого надо заниматься спортом, вести добропорядочный образ жизни, не курить, не выпивать, быть вежливыми, доброжелательными, чувствовать себя настоящими людьми, отвечающими за состояние нашей Родины. Благодаря этому человеку тысячи солдат и офицеров выжили и снова встали в строй. Его необычная жизнь ещё ждёт своего летописца. Но славянца хорошо знают по всей Кубани, да и за её пределами. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».